Детская кожа нежная и чувствительная и требует особого внимания. Как врачу разобраться в тонкостях ухода за кожей ребенка и вовремя подобрать необходимое лечение? В рамках цикла вебинаров Ассоциации педиатров Академии детской дерматологии профессор Ирина Николаевна Захарова и другие ведущие эксперты разберут анатомию и физиологию кожи, основы базовой дерматологии, вопросы атопического дерматита, ультрафиолетовые лучи и новообразования. Присоединяйтесь! При поддержке дерматологической лаборатории Ля Рош Пазе. Дорогие коллеги, друзья, мы продолжаем серию образовательных вебинаров, семинаров, которые посвящены заболеваниям кожи у детей. И сегодня вторая часть, которая посвящена уходу за кожей младенца. Мы обсудим проблемы периода новорожденности у детей, проблемы именно с кожей. Уважаемые коллеги, мы остановились на том, что при рождении кожа человека структурно и функционально незрелая, у нее достаточно высокая ПАЖ кожи, а должна быть кислая, более низкое содержание липидов, мы говорили о том, что ее надо зажиривать, и достаточно низкая устойчивость к химическим веществам и патогенам. Ну и вот этот период созревания кожи занимает, ну как бы не меньше двух лет, и кожа, в течение которых кожа, в принципе, достаточно легко подвержена каким-то внешним воздействиям. Мы обсуждали с вами состав рогового слоя взрослого человека, говорили, что у маленьких детей он недостаточно развит, барьер кожи младенца тоньше, в большей степени подвержен большему влиянию и высокой трансэпидермальной потери воды, проводимости кожи, ну и структура эпидермиса достаточно тонкий у младенца, тоньше, чем у взрослых, и два систематических обзора, которые опубликованы на эту тему, они показывают, что, в принципе, да вот для созревания необходимо не меньше двух лет. Мы говорили о том, что та смазка, которая рождается на врожденной, сегодня по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ее не рекомендуется удалять, более того, рекомендуется втирать, потому что это жировая смазка, и купать ребенка, в принципе, не рекомендуется первые шесть часов после рождения. Мы говорили о том, что кожа недоношенного ребенка, ее условно называют раненой кожей, и это надо тоже помнить, поскольку идет такой интенсивный период опять ее созревания, и, конечно, у недоношенных детей и тех слоев нет, и все эти процессы, о которых мы обсуждали, они, конечно, нарушены, поэтому она легко воспаляется, и ее условно называют раненой кожей. Поэтому, завершив первый день, когда мы обсуждали эти проблемы, мы подвели итог, что при рождении ребенка она остается на некоторое время суховатой, связанная это с гормональным дисбалансом, достаточно быстрая смена идет клеток эпидермиса, интенсивный метоз клеток базальной высшеповидного слоев, у младенцев при рождении недоразвиты коллагеновые эластичные волокна, ну и кожа повышена чувствительно к внешним воздействиям, потому что рыхлая расположена клеточка, обильно воскулиризована кожа, ну и всего лишь как бы вот недостаточное количество слоев. На сегодняшний день Московский департамент здравоохранения опубликовал прекрасные рекомендации по патронажной системе в периоде новорожденности. Обратите внимание, что сегодня вы знаете, что выпуска достаточно ранняя, на третий, пятый день жизни из родильного дома, ну и фактически на сегодняшний день сокращено количество патронажей врача, но за счет этого увеличено количество патронажей медицинских сестер. Поэтому медицинская сестра посещает на третий, четвертый день по телефонограмме, которая поступает из родильного дома. Дальше второй патронаж медицинской сестры на восьмой, десятый день жизни, на семнадцатый, восемнадцатый, ну по назначению на двадцать четвертый, двадцать восьмой, то есть до тех пор, пока ребеночка не исполняется один месяц. А количество патронажей у врача всего два. На пятый, шестой, на одиннадцатый, тринадцатый, ну а уже такие активные патронажи, если мама сигнализирует о каком-то неблагополучии, или медицинская сестра тоже говорит о том, что должен врач усетить новорожденного. Ну и обратите внимание, на сегодняшний день в укладке есть специальный аппарат для определения уровня белирубина новорожденных на дому. Фактически он практически мало ошибается, поэтому как раз укладка медицинской сестры предполагает вот наличие этого специального аппарата. Ну и на сегодняшний день есть стандартизированные чек-листы, которые обязаны заполнить как педиатры, так и медицинские сестры. Поэтому, конечно, это здорово и очень хотелось бы, чтобы вот подобные чек-листы появились во всех регионах, потому что, конечно, в данном случае отражены все те важные моменты, а не только брак регистрирован или нет, куплена коляска и гуляет ли с ребенком. Поэтому иногда то, что раньше записывала медицинская сестра. Сегодня предполагается адекватная оценка состояния кожи. Есть специальные шкалы с бальной оценкой, которые разработаны за рубежом. Они опубликованы у нас. И вот по сути вы видите бальная оценка сухости кожи, эритемы, повреждения кожных покровов. И вот подобная оценка позволяет врачу дифференцировать эти так называемые переходные состояния и своевременно заподозрить какую-то патологию. Ну, самое главное место, которое волнует и медицинскую сестру, и главным образом этого врача, это пуповина и попочная ранка. Поэтому, конечно, существуют специальные правила обработки. И задача и врача, и медицинской сестры, конечно, не пропустить амфолит. Сегодня есть документы, которые предполагают базовую оценку вот этой базовой медицинской помощи как в родильном зале, так и в послеродовом отделении есть клинические рекомендации как проект и тот, который уже варианты опубликованы. Но вы видите, что пуповина сегодня пересекается стерильными инструментами, обрабатывается кожными антисептиками после прекращения пульсации сосудов через 1-3 минуты, но не позднее 10 минут после рождения ребенка. Пуповина протирается стерильной марлевой салфеткой с антисептиком. Марлевая салфетка на пупочный остаток не накладывается. Ну, мы с вами знаем о том, что сегодня применяется несколько отсроченное пережатие пуповины, поскольку ранее приводит к снижению уровня гемоглобина и развитию поздней анемии. Но слишком позднее пережатие, оно тоже может привести к развитию гиперволемии, к полицетемии и тоже может быть причиной как респираторных нарушений, так и гипербеллирубиномии. Проводится вторичная обработка пуповинного остатка. Вы видите, сегодня используется пластмассовый зажим. Он накладывается на пуповинный остаток. И вот такое вот расстояние оптимальное – это один сантиметр. Если совсем близко, то может быть потертость. И после наложения зажима, выше зажима, пуповинную оставшуюся часть отсекают и вытирают кровь. В дальнейшем раннем неонатальном отделении ухаживают за пуповинным остатком. И пуповинный остаток высыхает, мумифицируется при воздействии воздуха. Затем отпадает в течение первой недели жизни. Его практически сегодня детей выписывают. Раньше их выписывали после того, как отпадал вот этот пуповинный остаток. А сегодня выписывают с торчащим пуповинным остатком, что многих родителей у них вызывает отрыв. Ну вот если мы вспомним исторические аспекты и практики ухода за пупком, то во всем мире различными способами проводилось это. Ну вот, например, в Новой Гвинеи и сейчас пересекают пуповину специальным бамбуковым ножом, который нагрели под открытым огнем. В Гватемале ножницы нагревают на свече, которая сделана из жира. Ну вот в Европе после 2001 года называют лотосовыми родами, которые в некоторых странах Европы стали использоваться подражание традициям стран Юго-Восточной Азии и Африки. То есть младенец связан пуповиной с плацентом, который носит в миске, вот как показано этой картинке, в течение нескольких дней. Ну а пуповина сама отделяет самопроизвольно после пересыхания на 3-10 лет. Ну на 3-10 день. Ну мы понимаем, что это в принципе достаточно опасно, потому что легко может возникнуть инфекция. Ну а кровь, да, благоприятная среда для этой инфекции. Поэтому сегодня вы знаете, что мы уходим от той чрезмертной стерильности, которая была у нас, сопровождала нас в течение многих лет. И специального ухода за пуповинным остатком не требуется. Не требуется сдавать специальные стерильные условия. Не надо обрабатывать его ни антисептиками, ни растворами анилиновых красителей, ни спиртом, ни раствором калия перманганата. Важно держать его сухим и чистым, предохранять от того, чтобы он загрязнялся мочой или калом, а также от травмирования при тугом пеленании, да, или при использовании одноразовых подгузников, при этом тогда, когда используется тугая фиксация. Что касается рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения, то для того, чтобы предотвратить смертность и заболеваемость, которые могут быть связаны с инфекцией, важно выполнять три правила. Первое – соблюдение строгой асептики в ротах, пересечение пуповинного остатка стерильными инструментами пуповинной, и до момента отделения держать остаток пуповины и область вокруг него чистым и сухим. Ну вот доказано на сегодняшний день, что местное использование антисептиков не только не снижает частоту инфекции, но и способствует задержке спонтанного отпадения пуповинного остатка. Мы всегда с вами знаем, что все, что сухо, в меньшей степени, да, во влажной среде размножаются микробы, а в сухом – в меньшей степени. Поэтому, если мы будем постоянно его размачивать, это будет способствовать задержке отпадения, ну и большему риску развития инфекции. В случае загрязнения пуповинный остаток и кожу надо промыть водой, а сушить чистой ватой или марлей. Не рекомендуется использоваться повязками, дополнительным подвязыванием пуповины для ускорения процесса мумификации. Уважаемые коллеги, что касается профилактических мер, то на сегодняшний день ранняя выписка из родильного дома на вторые-четвертые сутки способствует снижению чистоты гнойно-воспалительных заболеваний, поскольку роддом является местом, где могут быть антибиотикорезистентная флора. Но насильственное удаление пуповинного остатка тоже следует признать необоснованным инвазивным вмешательством, которое потенциально опасно для жизни новорожденного. Ну вот существуют методы обработки пупка в мире. Ирина Владимировна Бережная нашла вот эти интересные данные. Ну вы видите, пепел, свежая молозива в Кении используется. То есть все свое ношу с собой. Кокосовое масло и цветы у американских племен Самаа, коровья навозь в Центральной Африке в качестве украшения пуповины. Ну а вот я чертила той чертой, которая, красной чертой, то, что использовалось у нас. Это спирт, кекслохлорофан, порошок, растворы хлорогексидина, бетодина, тройные красители, Ю-1, сульфат серебра и местные антибиотики. То есть на сегодняшний день пытаются от этого уйти. Ну вот есть клинические рекомендации по ведению новорожденных. Под эгидой нашего главного неонатолога, профессора Иванова, он пишет о том, что у 80% новорожденных может быть колонизация области пупочной ранки уже к третьему дню. Да, и, конечно, на сегодняшний день увеличивается количество грамм положительных агентов. Обсуждается вопрос о том, какие могут быть формы амфолита. Но надо отдать должное, что я имею достаточно большую клиническую практику в течение не одного десятка лет. И после того, как мы перестали пупки трогать и их мазать, и спирт капать, и марганцовку туда, и раствором бриллиантовой зелени, на сегодняшний день, когда их ведут в таком сухом виде, количество амфолитов существенно уменьшилось. Поэтому, тем не менее, амфолит бывает катаральный, гнойный, флегмонозный, а также некротический амфолит. Ну, вот здесь показан катаральный, здесь вы видите сирозное отделение, отделяемое есть из рамки и замедленная ее эпитализация. Гнойный амфолит показан на второй рисунке, вы видите на второй картинке, вы видите даже настоящее гнойное отделяемое, есть отек и гиперемия пупочного кольца. Ну, а вот этот вариант, флегмонозный амфолит, который требует немедленной госпитализации, то есть инфекция стала распространяться вширь, не только на околопупочную область, но гораздо шире, и все это выбухает над передней поверхностью брюшной стенки. Вы видите, что резкая гиперемия, сосуды инъецированы, стояние, естественно, нарушено. Это больной требует немедленной, мы угрожаем по развитию сепсии, конечно, требует немедленной госпитализации. Но а некротически является уже осложнением флегмонозной формы и присоединение некроза передней брюшной стенки. Поэтому при катаральном изолированном гнойном достаточно местной терапии обработка перекиси водорода с последующим прижиганием спиртовыми растворами анилиновых красителей, либо антибактериальной присыпкой, которая может содержать антибиотики бацитроцин или бониоцин и неомицин. А вот при флегмонозной некротической, конечно, показана системная антибактериальная терапия, возможно, введение иммуноглобулина. Поэтому очень важно помнить о том, что надо мыть руки перед и после всех манипуляций, которые мы проводим с ребенком. Остаток должен быть открытым после того, как искрыт под открытым, но скрытым под свободной одеждой, его не надо не пеленать, его не надо ничем обертывать. До отделения пуповинного остатка край подгузника или нижней пеленки закрепляют ниже пупка. Остаток не трогают, если он не забрезнен. При необходимости его просто промывают водой и следят, чтобы не было инфекции. Какие физиологические и патологические состояния присущи коже новорожденных и грудных детей? Ну вот, физиологическим относятся физиологическое шелушение, эритема новорожденных, теле, ангиоэктазии, синие монгольские или монголоидные пятна, а также милиониму. А вот пограничные изменения к ним относятся подница, токсическая эритема, ну а уже, конечно, патологически это развитие пеленочного драматита и пустулезной сыпи. Ну вот, физиологическое шелушение, то, что нарисовано на этой картинке, фотографии, мы видим, что это чаще всего бывает у переношенных детей. Поэтому, в принципе, да, если это выражено, то требует проводить дифференциальный диагноз с эктиозом. Ну, здесь достаточно ежедневные гигиенические процедуры, да, и смазь смазывать можно маслом или специальным кремом или мазью. Эритема новорожденных, или так называемый физиологический катар кожи, он характеризуется гиперемией кожного покрова вследствие расширения капилляров в ответ на воздействие более низкой температуры окружающей среды. Ну, и вот эта эритема, да, он находился в утробе, где минимум было 37, окружающая среда 18-20. Ну, и, в принципе, вот такая эритема, она сохраняется несколько дней, а потом она исчезает. Ну, иногда на смену покраснения приходит вот такое пластинчатое шелушение. Нередко педиатры встречаются с так называемым укусом аиста или поцелуем ангела, или лососевым пятном. Вот так в народе называют такие красные пятна у новорожденных на коже. Ну, в медицинской терминологии укус имеет официальное название, это невус, красные пятна различного размера, которые не должны особо выступать над поверхностью кожи. Ну, вот чаще всего, вы видите, они могут быть на лбу, такие телеанки, эктазии, капилляры располагаются, как правило, там, где головка слоном соприкасалась. И точно так же в области затылка, но могут быть в области бровей или век. Называют это невусом унны. Пятна могут исчезать при надавливании, соответственно, усиливаться при крике ребенка. Ну, и, как правило, они исчезают через один-полтора года. Ну, существует, как бы, несколько поверьей на этот счет, но в народе говорят о том, что айс, который нес ребеночка к матери, держал его за затылок, и поэтому остается это пятно. Ну, понятно, что мне больше нравится теория о том, что все-таки плод мог долго стоять в родовых путях, и как раз это может привести вот к такому условно застою в капиллярах. Ну, обсуждается возможность длительной гипоксии внутриутробной или в родах. Ну, в меньшей степени я с этим согласна. Ну, и пятна, конечно, усиливаются при плаче или при сильных физических нагрузках. Это понятно. Выделяют три варианта этого пятна аэста. Это обыкновенный. Ну, вот здесь показан красный цвет на лбу, в межбровной глазной области, около ротовой полости, у носа. Да, то есть он, когда ребенок спит, он может исчезать. Ну, наверное, эта картинка здесь в меньшей степени сюда подходит. Она больше похожа для второго варианта. Вот первый вариант – это то, что вот здесь нарисовано вот на этой картинке, да, то есть совсем безобидной. Здесь более яркая картинка. Наверное, это похоже больше на огненный невус, более яркий, да, такая неоднородная, слегка пористая структура, ну, и незначительное возвышение над кожным покровом. Исполниться, избавиться полностью невозможно, ну, а пещеристая, самая редко встречающаяся, конечно, требует проведения дифференциального диагноза с гемангиомами новорожденных. Ну, вот монгольские пятна, да, обсуждается нередко, это как признак расовой, и первое научное описание монгольских пятен сделали энтамо-антропологи в начале 20 века. Ну, вот удалось найти их фотографии. Видите, первый был неврологом Эрвин Бельц. Вот Эфиш – настоящий антрополог. Видите, у него попугайчик сидит на руке. Ну, а Бунтара Адахи, он был врачом. Поэтому они сделали научное описание этого монгольского пятна. Но есть очень интересная книга. Называется книга, написанная гематологом Вишневским. «Человек, как производительная сила». Вот он писал в своей книге, он на самом деле был гематолог, он писал о том, что на кресе такие есть синие, чёрные пятна, и они характерны для новорождённых монгольской массы, монгольской нации. Издавна называли это, да, считали, что этот шлепок на счастье получила, совершила некая божественная рука или это сделал кто-то из великих и славных предков. Поэтому, поскольку это сделал предок, этому как бы и гордились. Ну вот монголы называли это метки пятнами Чингисхана, связывались с тем, что это предстоит человеку когда-то сидеть в седле. Буряты называли меткой Заяши, калмыки Заячи, и они верили, что чем больше это пятно, тем больше благословения. Маленькие якуты, их шлёпала добрая богиня Ай-ысыт, наблюдающая за каждыми родами. Уйманы Эны и Тенгри метили младенцев тюркских народов. Поэтому у каждого народа есть свои божества, и это описано в старинных таких книгах. Ну, мусульмане называют шкалепком Аллаха. Ну, это интересно в Латинской Америке. Вы знаете, что там очень много смешанных национальностей, и те, которые считают себя потомками европейцев, а вдруг у них рождается ребёнок с медалью на заду, они это не показывают. Ну вот монгольское наследие интересно. Есть у венгров, и каждый, получается, четвёртый, пятый венгр рождается с этим знаком. Ну, вот связано это с тем, что этот народ был в контакте с гунами и монголами в древние и средневековые века. Ну, вот ещё называют сакральным пятном. А научное название врождённый дермальный миланоцитоз. Научное название. Ну, вот вы видите 90% новорождённых монголоидов. Сюда можно отнести не только жители Юго-Восточной Азии, но и полинезийцев, индонезийцев, микронезийцев, эскимосов, индейцев, тюркских народов, японцев, корейцев и китайцев. 80% находят их у представителей восточно-африканских народов, 46% латиноамериканцев, ну и всего лишь навсего у 1-9% кавказоидов, то есть как называемых европеоидов. Ну, вот очень интересные данные. Коллеги, посмотрите, Гренландия – северная страна. Вряд ли туда монголы могли дойти. Ну, и так в литературе пишет непонятно, кто шлёпал по мягкому месту малышей в Гренландии. Оказали, что они монголоиды, и их метка имелась почти, есть почти у каждого. Ну, вот коренные жители самого большого острова, их одушевляли, они одушевляли силы природы, и оказывается, в море обитает богиня Седна, владычица глубины всей морской живности, но Седна, она некогда была человеком, обычной земной девушкой. Поэтому, вот как бы вы видите, у гренландцев, которые живут так далеко от Монголии, у них тоже есть метка почти у каждого. Ну, вот что касается цвета кожи, почему он такой синий-коричневый, он определяется наличием пигмента меланина, который вырабатывают клетки меланоциты. Вот правая картинка, посмотрите, я нашла эти окрашенные клетки меланоциты, и у европейских народов меланоциты вырабатывают меланин только при воздействии солнца, а вот у людей других рас меланин вырабатывается постоянно, это дает окраску определенную на коже. И вот когда происходит зародышевое развитие ребеночка, меланоциты переходят из эктодермы в эпидермис. У монголоидных младенцев вследствие наследственной мутации этот процесс к моменту появления на свет оказывается не полностью завершенным. Меланоциты скапливаются в одном месте, формируя так называемое монгольское пятно. Вот синие монгольские пятна, вы видите, они встречаются у лиц со смуглой кожей, чаще всего это пояснично-крестцовая область, они могут быть множественными, они могут быть и на плечесловом поясе, ну и как правило они, как говорится, рассасываются к 5-6 годам реже в более старшем возрасте. Ну, посмотрите, всего лишь навсего 6 лет назад собралась в Токио целая группа японских монгольских ученых, которые решили изучать феномен монгольского пятна. И в сходе встречи антропологи и генетики пришли к соглашению обмениваться информацией, чтобы вместе изучать пятно Чингисхана у новорожденных. Ну, правда, на самом деле они сказали, что пока не было ни одного случая, когда бы этот невус озлокачествился и превратился бы в меланома. Ну вот, коллеги, очень интересные данные удалось найти. Посмотрите, мутации в генах GNI11 и GNIQ вызывают появление обширных меланиновых пятен. Поэтому, по сути, этот фенотипический признак может сопровождаться генетическими расстройствами, что типично для таких заболеваний, которые относятся к группе факоматозов. Ну и вот мутации в этих генах, которые ассоцированы с фенотипом монгольского пятна, были найдены в клетках нижних слоев кожи. Поэтому на сегодняшний день эти два гена, которые я назвала, это высокогомологичные гены, которые кодируют разные субъединицы гетеротримерных G-белков. Ну и во всех, при всех этих фенотипах мутации почти исключительно затрагивают кодон 183 белков, да, и на сегодняшний день еще найдена одна мутация, которая вызывает изменения в кодоне 209, что приводит к активацию нескольких путей. Поэтому на сегодняшний день этническое происхождение монгольских пятен связывает с полиморфизмами гена MC1R. Дорогие коллеги, вы видите, мы живем в веке век генетики. И, наконец-то, вы видите, как изучили эти монгольские пятна, которыми люди обязаны, именно наличием определенного генотипа. Следующее такое физиологическое состояние – это милия. Милия – это узловато-белые узелки, которые заметны, такие вот как бы переполненные сальные железы. А протоки у ребеночка еще не функционируют. Милия – их называют просяное зернышко. Это, по сути, мелкие эпидермальные кисточки. Они развиваются из сальных желез пушковых валов. Фактически у половины новорожденных бывают милия. Они появляются в моменты рождения, напоминают действительно просяное зернышко, на лбу, на носу, на щечках. У недоношенных бывает и в других местах. Ну и, по сути, помимо густого сала, они могут содержать роговые чешуйки. И в течение трех-четырех недель они исчезают. Их не надо трогать, их не надо выдавливать, не надо лечить. Они сами должны исчезнуть. Ну, а потница, в данном случае, наверное, картинка тоже не очень похожа на потницу, хотя, с другой стороны, да, больше похожа на пеленочный дерматит. То есть, на самом деле, потница, конечно, бывает в закрытых участках тела. То есть, те, которые открыты, она не бывает. Поэтому потница, по сути, это реакция на перегревание, связанная с закупоркой потовых желез, ввиду того, что они еще не совершенны. Ну, вот, что касается выводных протоков потовых желез, в эпидермисе младенцев, обычно они прямые, они что произвятые, как у взрослых. Ну, и результатом их незрелости является частая закупорка специальными такими кератиновыми пробками. Но потница, конечно, может осложниться присоединением вторичной бактериальной инфекции. И, ну, вот здесь рекомендации доктора Старостина. Мы не стали их менять. Но сегодня вы знаете, что ванны с марганцовкой мы не используем. А, конечно, в данном случае здесь уже решается в каждом конкретном случае, потому что они сильно пересушивают кожу. И сегодня марганцовка запрещена применение. Но в данном случае здесь уже будет врач лечить, как пустулез. Что касается угри новорожденные, они тоже возникают на второй-третьей неделе жизни. Вы видите, чаще у мальчиков, нежели у девочек. Причина не ясна, но так или иначе связывают с гормональной перестройкой, с гормональной стимуляцией сальных желез, материнскими андрогенами. Они чаще, вот интересно, бывают именно на грудном скармливании. Ну, вы понимаете, что педиатры нередко их связывают с аллергией, в том числе к белку коровьего молока. Да, высыпания могут быть на лице, в области щек, на лбу, на носу. Может быть, такие мелкие папулы, пустулы, даже окруженные венчиком гиперемии. При единичных пустулезных элементах предлагаются дезинфицирующие спиртовые растворы 30-40% или 1-2% раствор салициловой кислоты. Ну, присыпки, вы знаете, что сейчас не используются. Ну, а там, где уже развивается инфекция, то, конечно, препараты такие, как неомицин, бацитрамин, салицилово-цинковая паста и антифунгальные средства могут быть использованы. Ну, и там, где появляется риск системной инфекции, уже антибиотикотерапии и специфические бактериофаги. С этим я согласна. Токсическая ритема, она наблюдается на 2-5 день жизни. Ну, вот, как бы, вы видите, избыточная, есть гипотеза избыточной реакции иммунной системы на вот такую колонизацию, изменение температуры. Ну, и, возможно, это, конечно, и дифференциальный диагноз, надо проводить с аллергией. Филеотичный дерматит, это уже не физиологическое состояние, это патологическое. Вы видите, что в данном случае классический переночный дерматит, потому что возникла гиперемия в зоне подгузника. Чаще всего это связано, конечно, с нерадивой мамой, которая не меняет, а положено подгузнике, менять до 6 раз в сутки, конечно, после того, как ребенок обкакался. Ну, а там, где мама не меняла, плюс еще нежная кожа, склонная к атопии ребенок, который тот же самый недоношенный, в большей мере это возможно. То есть целый комплекс физических, химических, ферментативных и микробных факторов. Ну, безсловно, так или иначе, до половины грудничков могут иметь пеленочный дерматит, и связано это, конечно, чаще всего в закрытой подгузниками области. Поэтому, конечно, на сегодняшний день еще все это зависит не только от тонкости ухода, но и от качества подгузников и от частоты их смены. Сегодня можно, могут использоваться специальные гигиенические салфетки. Да, ну вот вы видите, что интересно, что в Нигерии и в Кувите распространенность пеленочного дерматита низкая. Наверное, это связано с тем, что они не тратят деньги на подгузники, а ходят, да, с голой попой, держат детей, и при этом кожа меньше преет, в том числе и под подгузником. Ну вот, вы видите, интересная публикация 2014 года, где описывается, что пеленочный дерматит по сути описанный в конце 19 века и связан он как раз с тем, что ребенок длительно находится в пеленках или грязных пеленках, поэтому так и назвали. В 1915 году фактически 100 с лишним лет назад была сформулирована так называемая аммиачная концепция, которая обвиняла в нарушении целостности кожных покровов именно аммиак, который присутствовал на грязных пеленках. Поэтому аммиачная концепция развития пеленочного дерматита, она фактически была, имела права на существование до 50-х, 70-х годов прошлого столетия, но когда целый ряд авторов провергли представление об аммиаке как о главной единственной причине заболевания. Поэтому они стали говорить о том, что целый ряд факторов. Да, поэтому, конечно, это не только окклюзия, не только подгузник, это, конечно, еще сама кожа, да, доношенность, недоношенность ребенка, насколько эти подгузники плотно прилегают к ребенку, поэтому вы видите трение, повышенная проницаемость, колонизация, поэтому, безусловно, зависит от того, ребенок родился доношенным, недоношенным, путем кесарева или естественные роды. поэтому повреждение кожи имеет дополнительное значение, ну и, конечно, какого качества пеленки и подгузники имеют тоже значение. А вот очень интересный слайд, где показано, какого качества стул у ребенка. И, конечно, если ребенок какает водой, безусловно, и у него высокая частота стула, то, безусловно, да, и особенно жидкого, такого неоформенного или полужидкого стула, конечно, при этом пеленочный дерматит развивается гораздо чаще. Ну, что касается деления пеленочного дерматита на первичный и вторичный, безусловно, это имеет значение, потому что вторичный пеленочный дерматит чаще развивается у деток, у которых есть атопический дерматит, ну, а первичный он развивается осложненный вследствие присоединения грибковой инфекции, тогда мы говорим о кандидозе, или это коковой инфекции, стрепто, стафилококовой, или дальше вирусной инфекции, например, герпетической, поэтому первичный, соответственно, он делится на осложненный и не осложненный, но говоря о легкой степени, можно говорить о том, что это не более 10%, быстро все купируется, нет дискомфорта у ребенка, если средне-тяжелое, то уже от 10 до 50% поражения кожи, и, соответственно, гиперемия, может быть, язвочки, пустулы, ну а тяжелое, безусловно, является проявлением тяжести течения, это дети нездоровые, это дети, которые имеют инфекционные осложнения, например, на фоне воспалительного воспаления кишечника, моча, может быть, тоже, инфекция мочевых путей и так далее, ну вот на этой картинке показаны разные варианты легкой степени, средней, тяжелые и, соответственно, тяжелые, ну и вот мы видим, что выделяют отдельно эрозивный дерматит Жаке, редкий тяжелый вариант пеленочного дерматита, вот здесь как раз описана девочка, публикация свежая, нашла Виктория Пупыкина, мой соавтор доклада, вы видите совсем свежая публикация и, конечно, каждый врач такие варианты видел, даже язвы, то есть, конечно, это здесь нужно чаще менять подгузники, сушить феном, лучше всего попу держать без подгузника, менять все время пеленки, да, как говорится, сушить попу и мазь из оксида цинка здесь очень помогает, ну вот мы видим, что через 10 дней эрозия это рассосалась, но тем не менее, ведь изъязление ушло 5 дней, но в принципе, особенно у детей, которые имеют большое количество подкожно-жировой клетчатки, иногда заживление тоже может быть не такое быстрое, мы говорили о том, что у детей при рождении достаточно высокий уровень паш кожи и приблизительно к 3 месяцам она снижается и вот как раз в тот период, когда высокий уровень паш кожи возможно высокая агрессия ферментов кала, поэтому не менее, чем 6 раз, несмотря на то, что мама пользуется подгузниками, поэтому уровень паш кожи очень важен для формирования естественной защиты, ну и подгузники надо покупать по размеру, желательно, чтобы они не очень плотно обтягивали ребенка. Что касается ухода за кожей, то нужно, конечно, удалять продукты жизнедеятельности мочи и калом, можно пользоваться салфеткой, можно пользоваться теплой водой из-под крана, да, и мы уже говорили о том, что вот это вот верность козуоза сегодня рекомендует, о том, что не обязательно ребенка купать сразу, да, и в некоторых странах не купают, а только обтирают первые недели жизни, поэтому здесь еще пупочный остаток, который тоже лучше, чтобы находился в сухом виде, поэтому здесь нужно смотреть по ребенку, но специальные салфетки, желательно, чтобы они содержали как можно меньше различных добавок и парабинов, их нужно использовать, ну, а можно просто ребенка обтирать обычными мягкими полотенцами, да, и под водой, поэтому вечернее купание, оно любит наши мамы, потому что ребенок успокаивается, он, как правило, хорошо засыпает, поэтому рекомендуем продолжительность 5-10 минут, ну, вот, кто-то купает ежедневно, можно купать через день, ну, и сегодня, сегодняшний день никакой череды, никакой марганцовки не нужно, не обязательно воду кипятить, как это мы делали раньше, ну, про подгузник мы уже с вами обсуждали, поэтому промакивать очень аккуратно, не использовать как бы не такие грубую ткань, да, что касается специальных очищающих средств при купании, желательно не использовать мыло, потому что мыло щелочное, а кожа ребенка должна быть кислая, поэтому специальные очищающие жидкие средства, как правило, не содержат мыло, ну, и, конечно, важно следить за ПАЖ кожи, профилактировать потери жид, влаги, смазывать кожу специальными кремами, увлажняющими средствами, конечно, важно ребенка правильно кормить. Используются, как правило, лосьоны детские, кремы детские, масло детское, ну, и защитные барьерные кремы, обратите внимание, что мыла нет, поэтому специальные лосьоны используются для очищения кожи, умывания, используются утром, да, детские лосьоны обычно называются молочко, кремы и мази нужны для смягчения сухой кожи, уменьшения потерь, поэтому, конечно, для ухода при физиологическом шелушении используются увлажняющие средства, различные эмаленты, которые предотвращают развитие патологических высыпаний. Ну, и в чем различие между кремом и мазью, то есть мазь, как правило, жирная, а крем является, занимает промежуточное положение между лосьоном и мазью, поэтому крем имеет более легкую текстуру, используется для профилактики лечения легких опрелости, кремы наносят после купания при каждой смене подгузника, ну, и нужно наносить средства на кожу тонким слоем, бережно, мягко, ну, и мази обычно благодаря содержанию, большему содержанию ланолина создают такой дополнительный защитный слой в виде пленки, ну, и можно использовать мази для профилактики развития опрелости и пеленочного дерматита, ну, а масла детские образуют тонкую пленку, они защищают кожу от влаги, ну, и могут такой оказывать согревающий и успокаивающий эффект, ну, и масло на всю поверхность тела не надо наносить, важно, чтобы кожа дышала, поэтому как правило косметическое средство надо наносить на руки матери, ну, и уже тонким слоем чистыми руками матери их втирать, поэтому надо помнить о том, что мыло ни в коем случае не надо использовать, потому что мыло является причиной изменения ПАЖ, да, и это приводит к развитию бактериальной инфекции, ну, когда ребенок находится в специальном учреждении, в неонатальных учреждениях, там очень важно те профилактические меры, которые принимают уважаемые неонатологи, они и ухаживают за ребенком в инкубаторе, да, это все очень важно для того, чтобы кожа не высыхала, ну, и, конечно, у деток могут быть пролежни, поэтому, естественно, контакты с различными аппаратами, да, с датчиками, то есть это очень важная задача, медперсоналы и с этим наши уважаемые неонатологи, конечно, справляются. Что касается ухода за кожей, то цель это поддержание нормального микробиоциноза, я еще раз повторяю, что мыла почти не используется, присыпка сегодня не используется, масла не на все тело, кремы, мази, влажные салфетки, конечно, они на сегодняшний день используются. Оксидная соль, цинка используется для лечения пеленочного дерматита, особенно для профилактики коковой инфекции, декспантенол используется нередко, да, или провитамин В5. На сегодняшний день в некоторые средства стали добавлять для местного применения таурин, который влияет на синтез всех барьерных липидов. Ну и очень важно, да, подгузники, которые мы говорили, чтобы они не очень плотно прилегали к телу ребенка. Ну и достаточно часто ребенок должен находиться без подгузников, это на открытом воздухе, потому что это тоже защита кожи, это тоже надо помнить. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день специальные есть средства, синтетические моющие средства, которые можно использовать для мытья кожи, но при этом не содержащие мыла. Мы уже с вами говорили, что в последние годы пересматривается вот то желание стерильности, которое было в советские времена, поскольку это приносит вред, и для детей, начиная раннего возраста, начиная с периода новорожденности, разрешена вся линейка гаммы косметики французской фирмы La Roche-Posay, которая называется Le Picard. И обратите внимание на то, что вся косметика La Roche-Posay разрешена с нуля, да, с нуля. Вот посмотрите, Le Picard для очищения La Roche-Posay и для ухода Le Picard, да, то вся линейка для здоровой кожи и кожи склонной к сухости. Ну вот, если мы посмотрим на гель Le Picard, это успокаивающий гель для душа, для купания ребенка, который может иметь защитные свойства. Посмотрите, основой является масло Критэ, неоцинамид и действие этого Le Picard гель успокаивающего, он мягко очищает, восстанавливает защитный слой барьерной кожи, уменьшает раздражение, поэтому применяется для детей с нуля. Ну и Le Picard гель безопасен, он гипоаллергенен, нет мыла, о чем мы говорили, нет парабенов и отдушек, создается физиологический PH, ну и разрешен педиатрами для детей с рождения, можно использовать для очищения кожи головы и даже для интимной гигиены, поэтому обратите внимание на все тело, начиная с волосистой части головы. Есть специальное питательное увлажняющее молочко, в которое входит 10% масла корите, ниацинамид 2%, кодкрем 3% и термальная вода для рож пазы, поскольку термальная вода содержит еще специальные микробы, поэтому питательное увлажняющее молочко лепикар лайт используется, увлажняет, не только питает кожу, но и восстанавливает барьер и разрешен для детей с нуля, то есть может быть использован в периоде новорожденности. Ну и лепикар питательное увлажняющее молочко, оно также гипоаллергенно, оно не имеет отдушек, парабенов, быстро впитывается, да и можно сразу ребеночка одевать, ну и цикопласт удивительное средство, которое применяется от нуля, потому что оно способствует цикопласт ускорять процесс заживления, поэтому в его состав входит обратите внимание 5% пантенол, мадекасасит, а также важнейшие такие как микроэлементы это медь, цинк и марганец и масло корритет, поэтому ускоряются процессы заживления, успокаивается кожа, некое антибактериальное воздействие при риске колонизации микробов, ну и протестированные гипоаллергены тоже разрешено детям, поэтому дорогие коллеги, спасибо вам за внимание, до новых встреч. До новых встреч.